Приветствуем вас, дорогие друзья, на телеканале Универ Капитал. Меня зовут Мадина. Сегодня в гостях у нас снова Дмитрий Александров. Добрый день. Дмитрий, сегодня у нас в эфире тема такая достаточно интересная. Это дефицит бюджета Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, по последним данным у нас дефицит бюджета составляет 2,3 триллиона рублей. Да. Да, из них получается... Ну, часть еще там недорасходована по этому году, да, часть будет расходоваться. Как раз вот мы подходим к периоду стандартному, когда будет основной объем расходований бюджетных средств в конец года. Но на самом деле, наверное, здесь можно было бы прояснить, потому что сейчас, с одной стороны, Минфин все время заявляет о том, что необходимо дефицит сокращать, то есть целевым уровнем до одного процента от ВОП к 19-му году. И, с другой стороны, ставят уже некие ориентиры, там, 1,8 триллиона рублей и не превышение, да, соответствующих расходов по следующему даже уже году. А с другой стороны, иногда, там, заявление слышать приходится о том, что, там, резервный фонд, может быть, уже исчерпан до конца 16-го года. То есть, и дальше, значит, уже все. На самом деле, вот цифра 2,5 триллиона рублей, порядка 1,2,2, если поделить на курс, то это, там, сколько, 40 где-то миллиардов долларов. То есть, если сравнивать это с всем резервным фондом, с золотовалютными резервами, да, то эта сумма довольно-таки небольшая, там, порядка 12-15 процентов. Ну, вот ликвидной части вдвое больше, да, то есть, на самом деле, деньги есть, деньги есть. Есть еще ФНБ, который тоже пока не распечатывали. И спор идет, ну, как бы не спор, то спор особо нет. Борьба идет вокруг того, за счет чего финансировать дефицит будущих ближайших лет, там, 2-3. То ли это займы на внутреннем рынке, да, в чем, в принципе, говорил правительство, и стимулирование внутреннего инвестора, и так далее, и так далее, и так далее. С целью повышения ликвидности внутреннего рынка. Либо переходить к эмиссии простой, учитывая, что инфляция, в принципе, более-менее контролируемая, и, по крайней мере, пока имеет твердый тренд на снижение. То есть, на самом деле, все далеко не так плохо, как могло показаться, особенно, когда слышишь заявление о том, что уже все заканчивается, уже средства, и дальше нечем будет исполнять обязательства перед бюджетниками. Нечем из тех средств, которые были одобрены. На самом деле, у меня был вопрос относительно того, не есть ли деньги или нет ли денег, потому что я понимаю, что вопрос, в принципе, не в нашей компетенции, и информации в открытом доступе такой нет, поскольку и бюджет, он частично засекречен. Поэтому вопрос у меня не в этой плоскости лежал, а вопрос лежал в плоскости, что делать инвесторам в этой текущей ситуации, когда на рынке непонятно, есть ли деньги, как вы сказали, нет ли денег, что делать, если деньги есть, что делать, если денег нет, как это повлияет на курс рубля, как это повлияет на депозитные ставки и на выплаты по корритрейду, конечно. Ну, на доходность корритрейда, на динамику, которая сейчас отрицательна по рублям, положительно по валюте, скорее всего, пока так и будет сохраняться, если исходить из того, что, говорил глава Центробанка, то есть ставка будет вставаться на несколько процентных пунктов выше, чем уровень инфляции, и не снижаться еще некоторое время после того, как инфляция придет к целевому уровню. То есть это означает, что, грубо говоря, ставки будут находиться, даже когда инфляция будет 4-5, ставки будут находиться на уровне не менее 8, видимо. Вы о каком периоде говорите? А это неизвестно, потому что, что сказано, то сказано было, да, но если искать из неких ориентиров, которые задавал ЦБФ, это где-то 2 года, может быть год, в лучшем случае, наверное, с точки зрения инфляционного таргетирования, это на достижение инфляции уровня 4-4,5, и, соответственно, еще там 1-2 года ставки не будут ниже, чем 8%. Соответственно, ну, сейчас УФЗ уже, там, торгуются где-то доходность 8,5, да, в среднем, если не брать, самый ближний участок тревоги. То есть, в принципе, наверное, есть шансы по субфедеральным выпускам через год прийти к ситуации, когда уже, может быть, начнет постепенно становиться интересно иметь плечо под эти бумаги. То есть, рублевое репо под облигацией субфедеральной будет интересно. Вы сейчас расписали ситуацию для тех инвесторов, у которых хранят деньги в рублях. Да. А что будет, если рубль упадет? Да? Вот тогда это какие инструменты? Я сейчас вообще про то, что вот есть инвестор, вот есть инвестор, который... Потенциальный. Потенциальный инвестор, который выбирает не только по инструментам внутри фондового рынка, да, и по бирже, и вне биржи, он выбирает вообще на российском рынке, в каких активах сейчас держать ему деньги. Не говоря уже о рублях, иностранной валюте, он вообще в целом не понимает, где... Что делать. Да, что делать. Вот видите, я сейчас вас немножко, может быть, на другой уровень запроса опускаю, но тем не менее он еще и существенный. На самом деле сейчас очень многие не понимают, что делать. И, собственно говоря, опросы об опыте тоже не очень понимают, что делать. Потому что во многом ситуации у нас сейчас уникальные, когда даже не очень крупные деньги, может быть, выгоднее держать, например, в ОФЗ, то есть инструментах рыночных, государственных, совершенно низкорисковых, чем держать их на депозитах, ну, да, даже не в топ-10 банке, а рядом, да, в первые 50, учитывая ликвидность, например. Допустим, давайте на примере. Вот есть потенциальный инвестор, который думает, положить ли ему деньги на депозит, либо прийти к любому, в принципе, инвестору, брокеру, да, и купить какие-то ОФЗ. ОФЗ или что-то другое. Или что-то другое. Можем посмотреть и на валюту, да, какие есть вообще варианты, если определимся в сумме. Давайте определимся в сумме. Пусть до миллиона рублей. До миллиона рублей. Вот даже, там, миллион, полтора, 800 тысяч. Подождите, давайте до 5, до 10 миллионов рублей вот есть у... 5-10, это уже совсем широкая возможность. Пусть, как будет, миллион рублей. Окей. Даже с миллионом рублей можно прийти и разместить деньги, как в рублевые инструменты. Инструменты ОФЗ, субфедеральные облигации, где доходности порядка 9,5 и даже 10 могут быть. В ОФЗ, кстати говоря, тоже, которые ориентированы на ставку, на ставкроне, там тоже выше 10% доходности. То есть, фактически, это размещение денег в рынок, но просто через покупку ОФЗ, который имеет купон, привязанный к значению этой ставки. Вот человек, у которого есть до миллиона рублей, он пойдет в банк, на депозит положит деньги, там у него сколько будет доходности? Ну, если это топ-10, то, грубо говоря, 80,5-9, наверное. В рублях? В рублях, да. Если это не топ-10? Ну, там, 11. Окей, если он придет, купит ОФЗ? Если он придет, купит ОФЗ, вот, например, в ОФЗ у него будет от, не берем вообще, положим, курсовые колебания, которые есть, и на которых играем, можно, в принципе, получить хорошие результаты. Тоже дополнительно, либо заработать, либо проиграть, да? Да, это во многом зависит от момента входа. От профессионализма брокера? Ну, если человек торгует сам, по брокерскому счету, то... Не, ну, если человек сам торгует, тогда, конечно, профессионализм брокера ни при чем тут, конечно. Ну, здесь, в любом случае... Он сам проигрывает. Сам проигрывает, сам выигрывает, да. Сам платит налоги. Ну, правда, брокер является налоговым агентом, да. Например, по ОФЗ, давайте ВИУ подадим, от 8,5 до 10,2%. В принципе, отсюда надо вычесть комиссию, ну, точно, как минимум, 0,2-0,3% это за покупку и потом за продажу. Если цена не менялась, то купон не облагается. По ОФЗ купон не облагается НДФЛ. Поэтому, в принципе, ну, вот, грубо говоря, там, в районе 8, 9, 6 получается по ОФЗ. Но это фактически мгновенная ликвидность. При этом бумаги длинные, поэтому вы можете купить и, не знаю, бумагу 15-летнюю или 5-летнюю. Любую, пожалуйста, выбирайте себе срок размещения. Бумаг очень много, можно выбрать под конкретные даты. А если в иностранной валюте? В иностранной валюте, опять же, есть варианты как государственных бумаг и длинных, да, так и корпоративных бумаг, длинных и коротких. В облигациях, например, Сбербанк, Газпромбанк, 19-20-21 год, Россия, 20-й год, доходности порядка 2,6-3,7% годовых долларов. А если он будет держать это в других активах? Это доходность в погашении. Да, это доходность в погашении 2,5% до 3,7% где-то вот так. А если те же деньги будут лежать в банке? В банке это порядка 0,5%, может быть, 1%, ну, на самом деле, если мы говорим о миллионе рублей, то это порядка 0,5-1%. Здесь, естественно, тоже возникает вопрос налогообложения. Налогообложение тут немножко специфичное, потому что сделки, купли, продажи пересчитываются в рубли, но если человек держит бумагу больше трех лет, то он, соответственно, освобождается по законодательству и от уплаты. Ну, получается, здесь примерно одинаковая ставка в ОФЗ чуть больше. Сделаю замечание, если эта облигация обращается на российские биржи. Ну, сейчас очень много бумаг, обращающихся на российские биржи из еврооблигаций, которые можно, в принципе, с помощью брокера купить и в биржевом стакане. А если та же самая ситуация, но с учетом вопросов с дефицитом бюджета, то как это влияет на депозиты и как это влияет на инструменты фондового рынка? Может это немного повлиять, если, например, будет принято решение о том, чтобы фондировать, финансировать дефицит бюджета с помощью внутренних инвесторов. В принципе, это может привести к локальному росту ставок на российском рынке. Но что значит локальный рост ставок? С одной стороны, это важно будет для банков, для крупных фондов, которые держат очень большие объемы средств. В принципе, это может подвинуть кривую на 20, на 30, может быть, на 40 байсных фондов, то приятно и больше. То есть это 0,2-0,4%. Для физлиц я не думаю, что это существенная величина, тем более, что она будет сглаживаться, и, грубо говоря, ежемесячные колебания на тех или иных событиях, макроэкономических или политических, они будут больше, чем эта величина. То есть момент входа, момент выхода все равно будут оказывать, конечно, гораздо большее влияние. А теперь давайте поговорим о другой, чуть выше категории, подождите, о категории инвесторов, которые владеют средствами свыше миллиона рублей. Вы сами определите этот коридор? Даже уже еще больше, да. Коридоры такие. Возьмем те, кто может спокойно покупать полные лоды евробанду. А какой сумме идет? От 200 тысяч долларов. Хорошо, 200 тысяч долларов. Ну, то есть порядка от 15 миллионов рублей. Есть потенциальные инвесторы, условно, в которых есть более 200 тысяч долларов. Резиденты Российской Федерации, которые смотрят телевизор, которые читают новости, где пишут, что вот, дефицит бюджета, расходная часть не афишируется, 3% от ВВП у нас, получается, дефицит составляет, или 17% от планируемых доходов средств резервного фонда. То есть, получается, если компания зарабатывает 13 триллионов, а тратит 16 триллионов, понятно, инвестор понимает, что не хочет вкладывать в такую компанию. И у него есть 200 тысяч долларов. Что с ними делать? Что с ними делать, да. Что бы вы им посоветовали? Учитывая саму неопределенность. Да, плюс еще дополнительный фактор. Я понимаю, что вот так вот сходу абстрактно дать какой-то совет, это как минимум не наивно, как минимум. Но, тем не менее, какие у вас прогнозы для этой категории населения, так, чтобы и они не уезжали из страны, возможно, какие-то балансированные вопросы? Ну, и наоборот, репатриировали капитал, да? Капитал, да. Что опять же с помощью еврооблигаций сделать очень удобно. В принципе, здесь, наверное, оптимальный совет, именно потому, что непонятно, что будет, делать прогноз, например, даже по курсу на три года или на два года вперед, даже на пять вперед, я думаю, что это не очень разумно. Просто потому, что мы сейчас являемся заложниками целого набора важных политических моментов, которые мы, может быть, и можем предсказать, но последствий не можем предсказать полностью. Вообще. Как минимум, я бы разделил здесь эту сумму на два типа инструментов. Одни рублевые, другие валютные. Например, с теми же самыми еврооблигациями это сделать очень удобно. Часть еврооблигаций покупается по, ну, просто напрямую за валюту, часть покупается с помощью валютного свопа. Таким образом, половина позиции у вас фактически является рублевой. Расщепление внутри самого инструмента. Расщепление внутри инструмента, да, с помощью валютного свопа. Половина у вас становится рублевой и вы получаете рублевую доходность на фиксированный уже по данной цене курс фактически. И это, грубо говоря, та же доходность еврооблигаций плюс ставка валютного свопа на сегодня порядка 9%. Половина остается, или наоборот, если у вас рубли, то половина становится валютной, чисто валютной. Таким образом, ну, грубо говоря, вы захеджированы, застрахованы от того, чтобы потерять очень сильно. То есть любое сильное движение приведет к тому, что на вас оно отразится в два раза меньшей силы. Уже неплохо, на самом деле, в нынешних условиях, учитывая, что и та, и та часть приносит вам доход. Это мы говорим о тех инвесторах, которые зарабатывают в рублях. Потому что для тех инвесторов, которые зарабатывают в долларах, и в рублях, и в валюте. На самом деле, ну, по-хорошему, вот, те, кто... Мы имеем уникальное преимущество перед европейскими, перед американскими инвесторами. Потому что мы можем финансировать, мы можем вкладывать в инструменты, которые, ну, с нашей точки зрения, имеют риск очень, ну, очень небольшой. Вот еврооблигации Российской Федерации с погашением, например, в 2024 году, в 2026 году. Какой риск дефолта? Какая вероятность того, что Россия не сможет выпустить эти обязательства? Ну, как бы он есть, да? Ну, а для нас, если мы здесь, то какое? Ну, для нас гораздо больше будет уже других неблагоприятных факторов. При этом, сами все бумаги все равно останутся ликвидными. Поэтому, я думаю, что можно сравнить с Венесуэлой. И, например, да, ну, даже, если мы посмотрим на Венесуэлу, все ее политические риски до момента падения нефтяных цен, там были уровни доходности порядка 5,5-6%. Это совсем немного. Сейчас там гораздо выше, там двузначные доходности, да, но это после того, как резко упали цены, она оказалась почти безвыходной ситуацией. В России ситуация совершенно другая. Поэтому, и более того, нет прецедента того, чтобы страна не платила по внешнему валюту. Конечно, если сравнивать в сравнении с другими инструментами других финансовых институтов, то, что вы сейчас сказали, это очень привлекательно для инвесторов, потому что надежности больше, да? Да, плюс это, ваш капитал остается мобильным. Это очень важная вещь, которая сейчас, я думаю, как раз те, у кого сумма инвестирования от 15 миллионов рублей, об этом как раз думают очень тщательно. В целом, вопрос достаточно интересный. Я думаю, что в рамках наших 10 минут он не укладывается. Конечно, тема требует дальнейшего обсуждения. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте, и мы с удовольствием на них стараемся ответить. Ответим. Да, стараемся ответить.